это у нас новый тоже роди про микрофончик радио пауэрбанк примотанный скотчем на скотч самое крепкое что может быть на свете потом я это все облагорожу пока видите как ходячая студия может сказать план такой вот эту точку перенести сюда здесь делаете стеклопластикое крепление красивая микрофончик вынести вперед чтобы он обтекаемо смотрелся ну и понятно что экранчика этого нет я его сейчас сложу но вы заметите как удобно когда есть экранчик откидной яшный стабилизатор залезть не могу а сзади смотреть неудобно и вот сейчас можно как красиво все настроить для съемочки красота мне макс на новый год подарил нарисовал письмо деду морозу представляете эти сын какой написал себе подарок потом подумал написал маме папе и даже деде сереже вообще альфа ромео нарисовал машину дед мороз пришел раньше но я не выдержал решил думаю дай-ка я быстренько слетаюсь прячу в коробку у меня такой типический случай был в детстве мне мама я маму просил подводную лодку чем конечно радиоуправления где в советском союзе 84 году можно было взять подводную лодку да еще на радиоуправление мама купила какой-то офигительного того ракетный корабль там надстройки клеить и прочее я весь дом перерыл чувствую что где-то лежит дед мороз уже пришел осталось два дня до нового года я нашел ее на шкафу утащил вниз и когда мама пришла говорю мама дед мороз уже пришел будем испытывать подарок от макса вот как называется наш радио микрофон варлис про роде великолепная штука обещают 8 часов автономные записи ну тоже опять же проверим как она на морозе тоже могли возьмем мороз ну травка зеленая у нас тепло но вот там снег лежит выше вот дальше вот где-то здесь начинается атмосферная волна вот это роторное облако курса источник волны гора поттер и потом мы возьмем здесь 1004 прыг-прыг-прыг пойдем на пик дебюр на пик дебюре возьмем 5800 как вы догадываетесь на 5800 настоящий боевой холод готов закрываем фонари потом включишь себе приборы сейчас не принципиальный вопрос 30 литров топлива замечательно тормоза выпускаю форточку закрой себе жарко будет холодно точнее от винта запуск работает ну что ж проверяемся пристегнут порядок топлива 31 литр форточки норпа ремни норпа закрылки норма погнали и сэрлбатитанго робит и коврозвей венеид Сейчас немножко покрепляет на взлёте, всё-таки. Ветерок такой приличный. Переставляю закрылок на 10. Открывает рост, расстаняется. Писка попаравистый ветер. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, поздравляю! Мы в волне. Не знаю, насколько сильная будет, но... Топливо. Закрывай. Двигатель выключай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и скажи ко мне, дружище, какая гора даёт волну? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нам дует в левое крыло. Значит, вот эта гора. Именно так. Гора называется Поттер. Рядом с ней аэродром. И она... О, под нами радуга, смотри. Видишь? Вот сейчас покажу. Вот. Ну, сейчас перед мордой радуга, потом покажу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, была прям чётко-чётко. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, смотри, как хорошо. Какое нашли местечко. Нифига себе. Пи-пи-пи-пи-пи. Четыре метра. Видишь, на механическом вариометре 4,4... Ничего себе! Это пора уже камеру включать. Вот это да! Вот это скороподъемность, друзья! Стрелочка вариометра лежит. Мы тут жахнули какую-то волну взяли. 5,2 метра в секунду. О! 5,4. На ровном месте. Шли-шли, бац! Волнуно шли. Шли-шли, волнуно шли. Хе-хе-хе-хе. Ну что ж, проверяем, как работает наша камера. По крайней мере, мои часы... Не часы, а вот этот дистанционный пульт показывает, что мы что-то снимаем. По идее, эта штука даже звук должна писать через радиомикрофон. Поэтому вы можете своими глазами, можно сказать, увидеть ту красоту, в которой мы сейчас набираем высоту. Я уже стихами заговорил. А-а-а! Какой кайф! Не знаю, почему именно здесь волна, в этом уголку. Но, потому что, видите, мы начали набирать вот здесь, потом сместились. И какую я хорошую сейчас местечко нашел. Итак, ой, вот этот звук вариометра. Хоть Иван его и не любит, говорит, раздражает. Но для меня как музыка. Ну как ты там? Капай вот налево посмотри. Взгляд налево. Скажи что-нибудь. Обычно у учеников в таком момент отнимается речь. Хотя они вполне себе очень успешно. О, радуга. Вот смотри, справа все-таки радуга есть. Видишь? Как раз аэродром пересекает кресло. На фоне земли радуга, потому что посадки на земле. Но вполне себе видно. Видишь ее? Радугу видишь? Да, да. Ага. Да, мы, видите, бодренько. Буквально за несколько секунд, ну минут, ладно, выскочили. Выше всего этого великолепия. И сейчас, вот видите, с левой стороны над облаками еще и линзы. То есть верхний слой на высоте тоже влаги хватает. Линзы мы, наверное, тоже сегодня пощупаем. Но пока первая фаза набрать 4 километра и пойти к Пик-де-Бюру, чтобы набрать 5800. Будет бодренько потом пойти в большие горы. Пишите, как вам вид с камеры DJI 360 iS Pro, пока выговоришь, устанешь. Мне кажется, должен быть хороший. А главное, какой звук с новых наушников. Не с наушников, а с микрофонов. Это же, как говорят, звук – это половина успеха. Видео не столь важно, сколько звук. Так. Забирай ручку. Чего это я летаю вообще, как дурак? Скорость твоя будет 110. Ну, 100 – ладно. Давайте 100 поставлю. Вот. И восьмерку выписывай такую, какую я. Задача – набрать 3,5 километра. Чуть-чуть левее возьми, а то сейчас мы слишком вырезались на волну. 3500. За высотой следишь? Да, да, да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, зашибись! В том месте, где надо. Ты здесь, к сожалению, рельефа не видишь, но поверь мне, что тут есть от чего волнеет. браться впереди горка такая остроносая может ее увидеть сейчас и вот около нее стоит волна держи и справа волна стоит лишь какие космонта облака на два часа вот вы по этой волне переползем фиг-де-бюро и там 5800 уже возьмем здесь можно 4 набирать набирая смело 4 ну что судя по телефону камера пока снимает скажи что-нибудь на видео и тебя же пишет задняя камера что ты хочешь вдохновляющее сказать вдохновляющего благоугважаемым любителям нятные виды наконец у меня пропало немножко я могу смотреть по сторонам при этом довольно ровно держать планер спасибо великолепному учителю уроки невероятно эффективные поехали направо и самое интересное друзья что это сегодня какое там декабря 13 или 14 по моему да я уже в числах запутался да и удивительно что 14 декабря можно так прекрасно летать то есть до ровного до день до равнодействия этого опять осеннего осталось какого осеннего зимнего до 22 декабря осталось тут чуть-чуть после этого день начнет пребывать то есть мы сегодня летаем ну почти самые короткие дни в году к лаусу сегодня на рассвете улетел змей и полетел куда-то путешествовать по большим альпам мы его проспали но у нас и задачи все-таки учебные они путешествовать мне но попробуем догнать где-нибудь где змей летает сейчас по сотовой связи вычислим где его плане и полетим в гости 200 летать постарайся выйти на линию она чуть правее осталось а почему если есть подъем облака нет не поднимает дай-ка ручку сейчас у тебя я тебе сейчас объясню потому что эта волна то что это раскачка подъем есть за счет чего за счет искривленных линий тока за счет того что струйка течет твоя ручка трое тройка двигается по дуге воздух глобально вверх не перемещается он максимум поднимается на 200 метров представляешь или нет но смотри если ты струну щепнешь или вот лучше даже так веревка представьте веревка ты делаешь так вниз веревкой так чпок и по и по веревке бежит волна что возмущение среду без перемещения вещества да поэтому я тоже да здесь такой же эффект вещество не перемещается то есть она просто течет по линиям тока по струйкам как же веревка она не перемещается ты ее отдернул она отыграла но у нее есть места где веревка поднялась выше места где веревка поднялась опустилась ниже но глобально это не в небольшое расстояние также волне получается что частички воздуха колеблются но они переходят вверх вниз там ну на 200 метров то есть гору перелетели потом вниз залетели потом вверх улетели получать колебательный процесс мы летим против ветра поэтому разворачиваемся в любую сторону да ну да или можно вправо можно влево я смотрю если чуть впереди впереди может быть волна но нам принципе хватает попробовать взять волну пик дебюра давай знаешь как я тебе оставляю планер на пятом закрылки возьми ручку переставь плавно закрылок возьми за ручку черную поверни ее направо с ними со стопора и плавно вид толкаю вперед до минус 10 защелкни на минус 10 разгони спаннер до 180 и лети сбрасывай скорость до 100 километров в час и без одно закрылок переставлять сразу на 5 скорость 100 переставляй триммер и ты в волне работай здесь уже можно на 5 800 забираться я взял ручку давай пошалим капельку друзья сейчас про мчимся мимо облака это роторное облако она образуется за счет того что за пик дебюром вниз сначала воздуха потом вверх раскачка атмосферы за счет того что у нас против ветра большая гора сила ветра сейчас сила ветра 58 километров в час сейчас мы красивенько мучимся вдоль вот этого роторного облака задняя камера надеюсь снимает это великолепие по крайней мере мне пульт на руке показывает что снимает три метра в секунду сейчас вы выбираться выше своих солнышко чпок как же это красиво я обожаю такие полеты переливаются на крылья отражение солнышко ничего лучше быть не может на вариометре 4 метра переставляю закрыл окна 5 и сейчас скоро сделаем каких-нибудь 80 метров в час и будем дальше набирать высоту опа возьми ручку пожалуйста держи скорость 90 друзьям покажу как я кислородное оборудование включаю сначала нужно открыть баллон внизу я открыл включаю дозатор начинают пищать сейчас он будет ругаться говорить что один кто-то не дышит здесь все как самолете сначала одень маску себе потом ребенку хватай я взял ручку одевать спокойно вот и мой как раз перевалили за четыре километра достаточно холодно вот видно красиво как вот выдувает роторочек видите выплевывает буду сейчас искать самое лучшее место где набор и наш план здесь набрать 4 5800 метров и уйти куда-нибудь на экран и там пошелить вовсю эй как с кислородом иван вроде что-то течет шикает тебя в нос сейчас веселящий газ должно похороше у нас на борту вам предложат прохладительные напитки у нас данный случай кислород предлагают напитки не взяли но есть мандарин моего на 5 800 обязательно съедим высота опять что камера задняя за окном мы начинаем путь большие горы на экран с очень красиво немножечко видочек на фонаре видите как светится море на горизонте вот она море можно купаться мы тут не купаться приехали на горизонте монтевиза монблан закрыт облаками и сейчас у нас будет прыжочек вперед на экран с там попробуем следующую волну так сказать захватить а пока интервью моего ученика иван как теперь летается расскажи налево только посмотри чтобы тебя видели любоповажаемые любители летных видов спорта да привет всем я новичок в этом виде спорта я узнал о планере буквально несколько недель назад меня покатали совершенно случайно и я так загорелся этой идеей что стал изучать эту тему нашел блог Игоря посмотрел некоторые его видео и немедленно ему написал вопросом можно ли взять курс уроков и к счастью для меня этот курс был свободен стоит нестандартное время для фроневизма но для меня это на оболёт очень хорошо потому что условия сложные у нас забывают и наверное научиться сложных условиях очень хорошо поэтому более простые условия вы перестаете все просто думали ты что планер на такой высоте летает вообще не представлял стал изучать эту тему каждый день читают муки и все больше и больше поражают поэтому видимо вот там мне очень нравится больше и больше надеемся достигну в скором уровня что смогу без опаски летать там Игорь мне обещал что такое наступит в один день ну пока не верится в эту тему но я очень стараюсь друзья пожелаем удачи бери ручку скорость 200 вперед на экран а и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова А.Кулакова Друзья, снимаем вам полет над линзой! Смотрите, какая красивая летающая тарелка! Я потом вам ее покажу поподробнее. А пока просто как красиво отражается до линзы наша тень. Посмотрите, вот она. Гонимся за ней. Точнее, она гонится за нами. В нее можно врезаться. Смотрите, я сейчас опущусь в линзу, и сразу на нас бросится тень. Вот раз, и тебе бросилось. Выхожу из линзы. Оп! Опять появилась. А! Хожу в линзу. Эть! Ну, красивая стука, да? Оп, выхожу из линзы. И как теперь эта линза выглядела, посмотрите. Незабываемое зрелище. Очень красиво. А-а-а! Просто какой-то праздник. По-другому и не скажешь. Ва-а-а! Хе-хе-хе-хе! Егей-гей-гей! На вареометре плюс. Ну, потому что перед линзой подъем. Сейчас мы поднимемся чуть выше, окажемся до дней. Так, сейчас он сможет вздуть за линзу. Набоком к ветру избыточно повернулся. А мы в атмосферной волне. Земли не видно. Какое-то мариво там только. Вот туда вниз под облака опускаться очень страшно. Мы летаем, стараемся все время держаться выше облаков. Ближе к дому у нас большие щели. И, соответственно, мы можем выбраться красиво выше и зайти на посадку. Ну, а так вот, видите, вот настоящая волновая линза. Очень красивая. Надеюсь, задняя камера нас снимает. Включилась наша камера GoPro 11 mini. Попробуем на нее сейчас поснимать вид с хвоста. Ну, и вид должен быть потрясающий. Вымошу камеру в окно. Восток, ул. Попробуем на нее сейчасaret соответствовать самому. Касябаль, прыгrem и таклетично волну. Касябаль? Умошу камеру шнхен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok